Всех приветствую и приглашаю прогуляться вместе со мной и полюбоваться на цветущий сад, цветущей гортензии. Сегодня опять косили газон, но газон это мягко сказано, поскольку состоит он из одних одуванчиков, и когда они разлопушатся, становится некрасиво, а когда скосишь, получается более-менее порядочно. Кажется, сейчас опять пойдет дождь, но ничего, погуляем и под дождем, тем более на улице очень тепло, а гулять одно удовольствие, даже под дождем. Моя клумба с циниями шикарно разрослась и просто замечательно цветет, очень она мне понравилась, на следующий год сделаю точно так же, только добавлю другие цвета, цинии. Прекрасное сочетание и очень яркие цвета. А также очень красиво смотрится вот эта клумба с георгинами, гладиолусами и ночной фиалкой. Очень простенькая клумбочка, но довольно-таки симпатичная. А дождик-то у нас усиливается? Я думала, он мимо пройдет, а нет, сейчас, по-моему, ливанет. Август почему-то всегда очень дождливый, как себя помню с самого детства. В августе почему-то часто идут дожди. Видимо, осень на носу. Прекрасный звук. Успокаивает и одновременно раздражает, потому что у меня еще куча дел, а он тут идет себе не спеша в развалочку. Лилии практически уже отцвели, а лилейники еще продолжают нас радовать. Даже несмотря на то, что цветок лилейника держится всего один день, я как бы этого не замечаю. Цветут они очень обильно и ярко. Помните, когда-то всего был один сорт, высокий такой, лилейник рыженький, на высоких цветоносах. А сейчас такое разнообразие этих лилейников, что глаза разбегаются. И высокие, и низкие. А цветовая гамма какая разнообразная. Да и форма цветка. От простой до махровой. А какие симпатичные лилейники спайдеры. Селекционеры молодцы. Настоящие волшебники. Мастера своего дела. Я даже сама как-то пробовала что-то намудрить. Но в этом деле я не преуспела. Выходили самые обычные лилейники. Мне был интересен не сам процесс, как все это происходит, а больше скорее сюрприз. Что из этого получилось. И какой будет цвет. Вот это было мне интересно. Этот процесс, конечно, не быстрый. Нужно обязательно, чтобы семена вызрели. Затем прорастить их. Подрастить. И вот тогда сюрприз. Ждешь какой это будет цвет. Кстати, вот этот цветочек, это мой. Личного производства. Вообще интересно это все. Но на это нужно очень много времени. А самое главное климат. Чтобы лето было подлиннее. Потому что некоторые семена не успевали вызревать. Сейчас мой сад-огород дополнительно украшают еще и гортензии. До сих пор цветет древовидная гортензия Набель. Еще совсем недавно метельчатые гортензии только-только начинали цвести. А уже вот такие сочные, красивые и яркие. В моем саду они появились не так давно. Самым взрослым кустам 5 лет. Некоторые выращены из малюсенького черенка. Каждый год я стараюсь пополнить свою коллекцию гортензий. Потому что это любовь с первого взгляда. Они настолько красивущие, что мимо них пройти невозможно. Сейчас меня поймут те, у кого они есть. Если в саду появилась хоть одна гортензия, на этом дело не остановится. Нам нужно еще, еще и еще. В прошлом году я сестренке подарила одну-двугодовалую гортензию. Она шикарно цвела. Уже шапки были крупные, красивая гортензия. В этом году она захотела еще одну. И чувствую я, что одной гортензии здесь не обойдется. Ну а чего? Красоты много не бывает. Посмотрите, какой потрясающий лилейник. Один из моих любимчиков. Хотя, о чем я говорю? Мне кажется, в моем саду-огороде у меня все любимое. Ведь в каждое новое растение при посадке я вкладываю всю свою душу. В этом году роза не хотела обрезать на вторую волну цветения. Но они сами выдали базальные побеги и собрались цвести. В прошлом году после обрезки роза Бинклауд и Митсамер не успели процвести. Затратили много сил на наращивание новых побегов. И плохо перезимовали. Митсамер еле отошла. А вот Бинклауд вообще не вышла. Жалко, конечно, очень красивая роза была. Хорошо, что я успела ее начеринковать. Теперь у меня будет точно такая же роза. Хотя, пока цветы у меня не такие махровые, как у основного куста были. Наконец-то дождь закончился. На улице по-прежнему тепло. В этом году замечательное жаркое лето. Такого лета я уже давно не помню. Чтобы после дождя и было тепло. Это вообще невероятно. Гортензии с каждым днем становится все краше и краше. Замечательный кустарник. А вот это гортензия Литл Лайм. Посадка прошлого года. Друзья, сейчас на Ютубе происходят какие-то непонятности. Возможно, нас вообще скоро заблокируют. У меня будет к вам огромная просьба. Чтоб нам с вами не потеряться, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал Дзен. Ссылку я оставлю в описании под видео. Всем заранее огромное спасибо. Мои дорогие, на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам всего только доброго и светлого. Буду очень рада видеть вас вновь на своем канале. Всем мира и добра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»